Школа управления языковыми проектами. Подкаст для руководителей языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. Сегодня мы будем говорить о работе с преподавателями языковой школы. В начале эпизода Дмитрий ответит на вопросы слушателей. Он расскажет о том, как создать систему поддержания преподавателями требуемого уровня владения английским языком. Затем речь пойдет о так называемых топовых преподавателях. Стоит ли подстраиваться под них, создавая им особые условия труда? Или же условия должны быть одинаковы для всех преподавателей? Дорогие коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать во второй эпизод нашего подкаста для руководителей языковых проектов, который называется «Школа управления языковыми проектами». Напомню, что идея выпуска шесть эпизодов, в которых мы говорим про те дилеммы, с которыми сталкиваются руководители языковых школ, языковых клубов, языковых студий в своей ежедневной работе. Сегодня мы будем говорить об особом отношении к некоторым преподавателям, о преподавателях, которые требуют к себе особого отношения. Но до того, как мы начнем этот разговор, давайте обратимся к вопросам, которые в соцсетях появились к предыдущему подкасту. И было довольно-таки много вопросов. Мы говорили две недели назад, я напомню, про повышение квалификации сотрудников. И я упомянул только вскользь такую форму повышения, как языковое образование и языковые курсы. И вот по этому поводу было несколько вопросов, как эффективно организовать систему поддержания уровня языка у преподавателей. Это очень интересный вопрос. Давайте посмотрим на факты, которые я видел в разных школах России. То есть, как разные языковые школы организуют систему поддержания уровня английского языка в основном преподавателями. Есть первый кейс. Первый кейс говорит нам примерно следующее. Ваш преподавательский языковой уровень это ваша ответственность. Ваш языковой уровень это ваша ответственность. Учите язык как хотите, где хотите. Поддерживайте свой языковой уровень, как желаете. Но раз в полгода или раз в год, или раз в два года пройдет аттестация, и вы должны будете показать свой языковой уровень. На языковой уровень обычно завязана заработная плата. Соответственно, она выше, если у вас выше языковой уровень. Мне кажется, эта идея очень интересная по той причине, что мы хотим развивать в наших учениках навыки 21 века, одним из которых является autonomy, так называемая автономность. Ну, может быть, хорошая идея. Хорошая идея предоставить преподавателям эту автономность и возможность самостоятельно выбирать те формы повышения языковых компетенций, которые им удобны. Есть другой массовый такой сегмент школ, которые устраивают курсы в школе для своих преподавателей. Курсы эти могут быть обязательными к посещению или необязательными к посещению. Курсы эти могут быть только для учителей школы или же учителя добавляются в группы учеников с высоким уровнем, например, B2+, например, C1, например, C2. То есть функционирует группа, школа продает места сторонним ученикам и на каких-то условиях предоставляет места своим преподавателям. Давайте, кстати, посмотрим, на каких условиях обучаются преподаватели, если школа организует курсы обязательные в школе. Это может быть либо скидка на обучение, либо бесплатное обучение, либо, и мне кажется, это интересная практика, в некоторых школах преподавателям платят за посещение курсов, повышение языковых компетенций. Мне кажется это справедливым, потому что если курс в школе для преподавателя является обязательным, то, возможно, эти часы могут рассматриваться или как минимум часть договора, то есть на входе преподаватель должен знать, что он будет посещать курсы, и это заложено в стоимость его часа, или эти часы должны оплачиваться дополнительно. Дополнительно. Следующий кейс есть, по этому кейсу работает школа Дмитрия Никитина в том числе. Мы в начале каждого учебного года собираем преподавателей на собрания и делаем презентацию провайдеров языкового образования. Мы презентуем на сегодняшний день четырех провайдеров. Мы презентуем, естественно, Дмитрия Никитина Скул. Мы презентуем проект Аниты Модестовой TTT, Teach Us Teach Teachers. Мы презентуем проект Полина Кордик School of English. И мы презентуем проект Lexical Lab. То есть мы презентуем услуги, которые оказывают вот эти четыре провайдера. И наши учителя уже могут выбрать, с каким провайдером они будут повышать свою квалификацию в течение академического года. И мне кажется, система, ну она с одной стороны, немножко система опеки преподавателей, и скорее, может быть, даже поддержки преподавателей. С другой стороны, у преподавателей есть возможность выбрать любого из провайдеров, а они предоставляют довольно-таки разные формы изучения иностранного языка и, соответственно, прокачивают свои компетенции так, как им удобно. Заканчивая беседу о курсах и о формах повышения квалификации, связанных с языковым уровнем преподавателей, я бы хотел оставить вас с вопросом, как языковой уровень преподавателя связан со стратегическим развитием школы, и не противоречит ли языковое повышение квалификации, которое мы оказываем преподавателям, особенно если языковые курсы обязательные, каким-то другим проектам, чему-то другому, что происходит в школе. Не противоречат ли курсы, например, обязательные для преподавателей, проекту по внедрению новых учебных материалов в школе? Я поясню, если даже обычно 3 часа в неделю проходят курсы, если каждый преподаватель, каждый преподаватель ходит 3 часа в неделю на курсы, примерно 1,5 часа уходит на домашку, то есть это оставляет нас 4,5 часов на каждого сотрудника в неделю только изучение языка, но мне кажется, это, во-первых, очень щедрое повышение квалификации со стороны школы, и это огромный объем работы, который сотрудники проводят. И хотелось бы, конечно, понимать связь между прибылью компании и этими курсами, между стратегией компании и этими курсами, и хотелось бы понимать, не противоречат ли эти курсы другим проектам, возможно ли интегрировать что-то новое, когда у преподавателей такой большой объем уходит на изучение языка, что, собственно говоря, является базовым требованием устройства на работу. Давайте, коллеги, уже, наверное, на сегодня закончим, закончим с раундом вопросов и ответов, и перейдем к основной теме нашего сегодняшнего эпизода. Напомню, что все темы формируем в виде вопросов, в виде дилемм, с которыми сталкиваются руководители языковых школ, и сегодняшнюю дилемму мы сформулировали следующим образом, подстраиваться ли руководителям языковых школ под топовых преподавателей, и создавать ли им особые условия труда. подстраиваться ли нам под сильных, топовых, особых преподавателей, и создавать ли им исключительные условия труда. Давайте традиционно, по правилам публичного выступления, разберемся сначала с терминологией. Кто такой топовый преподаватель, и откуда мы знаем, что он, в нашем случае, наверное, скорее всего, она, является топовым или ведущим специалистом. Для меня было большим открытием, когда я задал себе второй вопрос, откуда я знаю, что преподаватель, которого я считаю очень крутым, почему-то вот в последнее время их называют топовым преподавателем, откуда я знаю, что она такая? И я нашел всего три ответа на этот вопрос. Ответ один, нам сказали, нам кто-то сказал, что это крутой преподаватель, сейчас ищет работу, бегом идите ее хантить, приглашайте на собеседование, и нам кто-то сказал, что это топовый специалист, и мы в это поверили. Второй вариант, нам сказал преподаватель. Преподаватель, который обладает хорошими навыками самопрезентации, в отличие, может быть, от других преподавателей, про себя очень красиво рассказала так, что мы поверили во время рекрутинга, взяли ее на работу, с ощущением, что это особый какой-то специалист, требующий особого внимания, отличного от внимания к другим сотрудникам. И третий ответ, мне лично очень часто казалось, что это топовый преподаватель, ну вот, просто показалось, что перспективный преподаватель, что очень крутой преподаватель, что будут у нее группы очень хорошо держаться, что она школу продвинет вперед. Мне показалось. Вот это мое слабое место. Кстати, мне иногда кажется то, что не должно казаться, и при первом контакте, наоборот, я в людях не вижу их настоящий потенциал. Вот это мое такое маленькое откровение сегодняшнего эпизода. Так вот, здесь нам нужно ввести еще два термина важных. Это манипуляция или это убеждение. Когда мы беседуем с преподавателем, который у нас работает, когда мы беседуем с кандидатом, он кажется нам каким-то особенным, и преподаватель, который мы уже наняли, кажется нам особенным, что происходит? Нами манипулируют, то есть нам просто кажется, что это хороший сотрудник. Я часто от коллег вижу, слышу такую фразу, ой, такая хорошая девочка, такая хорошая девочка, или такой хороший мальчик взял на работу его или ее, вот просто свет в окошке. Нам показалось, что человек хороший, не должность, он хороший будет иметь и выполнять работу хорошо, а человек он хороший, нами проманипулировали. Второй термин, который я хотел бы сегодня ввести, это убеждение. Мы убеждаем сами себя, что человек нам подходит на эту должность, что он соответствует описанию должности, и что он немножко превосходит описание желаемой должности. А для того, чтобы убедить себя в этом, нам нужно иметь четкие письменные критерии, что такое базовый образ преподавателя в нашей школе, что такое желаемый образ преподавателя в нашей школе, и что такое, письменно должно быть это прописано, особый образ преподавателя в нашей школе. И тогда у нас рушатся все механизмы манипуляции, тогда у нас рушатся все какие-то личные, эмоциональные моменты по отношению к кандидату или по отношению к преподавателю. И мы уже играем в игру более честную. Мы уже не играем в игру манипуляции, мы уже играем в игру самоубеждения и объяснения себе самому, почему этот преподаватель подходит под один из трех образов. Мы подходим к важному термину, который называется образ клиента или аватар клиента. Преподавателя мы рассматриваем как внутреннего клиента. Давайте, чтобы не путаться, будем называть вот этот вот механизм образ преподавателя. Так вот, в школе Дмитрия Никитина есть три образа преподавателя. Базовый, желаемый и особый. На сегодняшний момент у нас нет ни одного преподавателя-сотрудника по базовому образу, но если есть необходимость, мы готовы брать преподавателя на базовом образе. Это чуть-чуть пониженные требования входящие. У нас много преподавателей на желаемом образе и у нас есть преподаватели, которые относятся к категории особый образ. Про аватар клиента, что это такое, как его устраивать, мы очень-очень много будем говорить и практически будем рисовать и аватары учеников, и родителей, и аватары наших преподавателей на курсе, который вот в марте уже 21 года стартует, называется курс управления языковыми проектами. Очень советую присоединиться. Там мы будем говорить про это вместе, по-моему, с Морин МакГарви в рамках построения корпоративной культуры. И хорошо бы иметь этот образ на входе. В аватар клиента, в образ преподавателя мы записываем три больших блока. Это блок квалификации, языковой уровень, международные сертификаты по методике, высшее педагогическое образование, опыт работы, ну и так далее. То есть все квалификации, которые есть у преподавателя, входящие требования. В образ преподавателя мы также записываем так называемый коммитмент, вовлеченность. Вовлеченность. Вовлеченность в работу школы преподавателя базового уровня может быть немножко меньше, чем вовлеченность преподавателя на желаемом уровне, который имеет желаемый образ. И, соответственно, заработная плата также будет отличаться. Но если у тебя выше квалификации, и ты соответствуешь по квалификациям образу, который называется желаемый в нашей школе, то ты и работаешь, соответственно, более эффективно, более динамично в школе, потому что у тебя больше опыта, поэтому у тебя больше заработная плата, поэтому ты участвуешь в большем количестве активностей в школе и выполняешь их, может быть, на другом уровне по сравнению с базовым образом. И особый образ предполагает, что преподаватель делает что-то, что приносит пользу и прибыль всей организации и меняет организацию к лучшему для всех участников образовательного проекта. Приведу пример, как работает система аватара клиента, аватара преподавателя. Если преподаватель находится на желаемом образе, он должен, например, иметь уровень английского языка C1 или B2 там плюс, как решите, как решите. У нас C1. Он должен иметь высшее педагогическое образование, определенный опыт работы, определенный опыт обзовт-лессенс и так далее, и так далее. Он должен посещать собрание персонала, например, приходить на занятия вовремя за 15 минут минимум, готовиться к занятиям, участвовать в школьных проектах, участвовать в маркетинговых мероприятиях школы в оговоренном объеме и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть определенный список, который также завязан на аватар клиента, называется commitment. И если преподаватель начинает разрабатывать материалы, не handout к уроку, а, не знаю, систему какую-то. В школе Дмитрия Никитина, я уже говорил, есть learning journals, которые у каждого ученика есть. Это рабочая тетрадь, которая развивает навыки 21 века. Работа с обратной связью, критическое мышление, работа с тайм-менеджментом, восприятие разнообразия мира и так далее, и так далее. Если преподаватель сделал большой проект, который начинает приносить прибыль организации, а мы благодаря Леониду Джона отстраиваемся от конкурентов и продаем их ученикам, то преподаватель начинает получать особые условия, под которыми я имею в виду дополнительное внимание администрации, дополнительную поддержку может быть маркетинга, может быть дизайнеров, дополнительное финансирование своих проектов и, в конце концов, преподаватель получает определенное финансовое вознаграждение. В случае с learning journals это могут быть royalties, определенный процент, который выплачивается с продаж. Давайте подытожим. Если у нас есть, например, три, больше, мне кажется, не надо, образа преподавателя, базовый, желаемый и особый, то мы на входе можем уже понять преподаватель, который нам кажется, вау, такая крутая, она на самом деле такая крутая. Да, у нее, возможно, есть квалификации, которые подходят вам под желаемый образ, но она вам обещает на входе коммитмент, вклад в развитие компании такой, который даже не подходит на базовый образ. Например, преподаватель на базовом образе у вас должен посещать все собрания персонала. Крутейший преподаватель, который вы собираетесь нанять, там, Селта, Делта, С2 плюс уровень, она говорит, а я не буду ходить на собрания персонала, потому что у меня в это время работа в университете, на моем основном месте работы. Падам, у нее коммитмент сразу ниже, чем у базового уровня, и, по большому счету, мы ее не можем взять на работу. Она не подходит нам по критерию коммитмент, например. Или в школе Дмитрия Никитина очень много внимания уделяется корпоративной культуре, и на входе мы всегда смотрим, как преподаватель соотносится с корпоративной культурой. Если преподаватель, например, на входе говорит, у меня вот видите такие высокие квалификации, у меня такой хороший опыт работы, и это правда, это правда. Я готова выполнять все требования, которые вы предъявляете ко мне как сотруднику, возможно, это правда. Но я бы хотела, чтобы моей группы никто не заменял, потому что я своих детей очень ценю, и со своими детьми я работаю только одна. Мы ее не возьмем на работу, потому что она не соответствует базовому требованию школы Дмитрия Никитина к восприятию корпоративной культуры. У нас в культуре запрещена фраза «мои дети». У нас не существуют детей преподавателей, но существуют дети, которые пришли в школу. И у нас вообще мнение сильное, что дети, они не школьные, не преподавательские, они родительские. И если у нас есть четкий аватар клиента, аватар преподавателя, нам очень просто уже понимать, преподаватель на самом деле требующий особого внимания является особым, или он является сложным. И вот это важно понимать. Чтобы это понять, давайте подойдем к разнице между двумя понятиями индивидуалист и индивидуум. Индивидуалист и индивидуум. Преподаватель-индивидуалист – это преподаватель, который противопоставляет себя коллективу. Я уже упомянул фразу «это мои дети». Вот эта вот типичная фраза преподавателя-индивидуалиста. Это мои дети, это мой прогресс. Я вот сейчас на свою личную страничку выложу ВКонтакте достижения моей группы. Мы активно вместе работаем. У меня особое отношение с родителями моей группы. Вот это преподаватель-индивидуалист, который отстраивается за счет того, что ставит в очень неудобное положение других коллег, ну, у которых, может быть, нет времени заниматься с каждой мамой так, как занимается она, да, или которым просто не сказали, что нужно вот до такой степени гиперопеку оказывать в своей группе. И это человек, который воспринимает учеников своими, и прогресс своих учеников воспринимает своим. Это индивидуалист. Преподаватель, который позволяет сплетничать про других коллег, например, ой, у нее такой язык непонятный, кривой, ой, а что у нее с акцентом какой-то рязанский, саратовский, ой, а что у нее вот так, вот так, ой, от нее ученики уходят. Значит, это индивидуалист. Преподаватель, у которого очень сильные группы, хороший ретеншн, но он говорит, не заменяйте меня, потому что моим ученикам не нравится, когда меня заменяют. Это преподаватель-индивидуалист. Вы решаете сами, что делать с преподавателями-индивидуалистами. Я для себя решил, я их увольняю одним днем, как только я четко понял, что они индивидуалисты, потому что коллектив развалят иначе. Есть страх, есть боль. Я уволю преподавателя-индивидуалиста, который создает государство в государстве, и вместе с ней идут ученики. Моя логика заключается в том, что лучше я сейчас ее уволю, и от нее из 50 уйдет 5 учеников вместе с ней, от нас уйдет 5 учеников вместе с ней, чем я это сделаю через год, и от нее из 50 учеников уйдет 25 учеников, а через 3 года от нее из 50 учеников уйдет 50 учеников вместе с ней. То есть как только определили, что преподаватель противопоставляет себя коллективу, не хочет работать со школой и создает свою маленькую школу внутри вашей школы, надо поиметь разговор, и разговор должен закончиться увольнением одним днем. Мне кажется, я не навязываю эту точку зрения никому. Есть преподаватель-индивидуум, и это совсем другая история. Преподаватель-индивидуум это так же, как преподаватель-дивидуалист. Очень сильный специалист, обычно с хорошим уровнем языка, обычно с продвинутой методикой. Но это преподаватель, который работает вместе со школой на развитие школы. Это преподаватель, который очень часто посредством работы с психотерапевтом, очень часто посредством работы с кочинг-специалистом, пришел к выводу, что она хочет работать в школе как часть коллектива, и что она не хочет быть фрилансером, не хочет открывать свою компанию и видит возможности своего творческого развития в вашей организации. Вот таким преподавателям, чтобы у них не случилось жесткого выгорания, выгорание-то все равно у них будет, но чтобы оно мягко прошло, и чтобы они остались в коллективе, потому что это важные обычно сотрудники, мы предлагаем поддержку и особые условия. Но смотрите, в чем заключается особость условий. Если вы видите, что преподаватель может что-то значимое сделать для школы, например, разработать новые учебные курсы школы, например, он в состоянии создать детский центр в вашей школе, например, он в состоянии стартовать какой-то новый проект в вашей школе, открыть филиал вашей школы, ну и так далее, и так далее. Если вы видите, что это особый специалист, конференцию он может организовать международную на базе вашей школы, и это может быть повторяющимся событием. Вы, с одной стороны, сравниваете цели компании и стратегии компании с целями сильного преподавателя, и если эти цели совпадают, ну вы их корректируете, видимо, в моменте переговоров, то вы начинаете вместе проект. Вернемся к проекту, давайте вот Learning Journals, ну или давайте другой проект возьмем, проект Assessment, у нас есть в школе Дмитрия Никитина, мы платно предоставляем услугу, внутренний экзамен всем ученикам два раза в год. Когда мы этот проект создавали, это дополнительная работа, этот проект сочетался с потребностями школы. Нам нужна была система Assessment. Мы с двумя преподавателями, очень сильными преподавателями-индивидуумами, разработали систему Assessment, сейчас они эту систему поддерживают и получают определенный процент от выручки, которую мы получаем от Assessment. Всех устраивается ситуация. То, что они поддерживают систему Assessment, систему срединных и итоговых внутренних экзаменов, не снимает с них ответственности за проведение занятий по аватару преподавателя. И это не снимая с них ответственности за посещение дополнительных мероприятий, за проведение маркетинговых мероприятий, за проведение демо-уроков, за выход на индивидуальные консультации, которые оказываются в нашей школе, за заполнение документации. Выполняя дополнительную работу, которая интересна и оплачивается дополнительно, мы не снижаем планку на стандартную работу учебные часы, которые должны проводиться. И в этом плане мы не создаем особых условий преподавателю. Мы создаем особые условия преподавателю в плане его поддержки, поддержки его проекта в административном плане, если проект соотносится со стратегией и целями школы. Мы поддерживаем его в плане внимания администрации. Мы поддерживаем его в плане доступа к ресурсам и финансированию. Мы предоставляем ему CPD, которое необходимо для реализации проекта. И затем мы делимся финансовым вознаграждением, конечно же, с преподавателем. И финансовое вознаграждение должно быть достойно. Это не может быть совсем маленькая сумма, которая разово выплатилась, если человек, например, поддерживает систему экзаменов в вашей школе, с которой вы получаете деньги. Но мы не меняем ему условия в плане преподавания. Мы не говорим, ну окей, ты так знаешь, можешь не ходить на собрания. Нет. Ты так знаешь, тогда можешь не приглашать и методистов на урок. Нет. У нас сохраняются стандартные условия и добавляется проект, который несет как эмоциональные позитивные эмоции, так и финансовую составляющую. Давайте перейдем, наверное, уже к завершению эпизода. Больше, чем достаточно, мне кажется, я мыслей озвучил за сегодняшнюю нашу встречу. Иногда мы боимся. Мы все боимся, особенно собственники маленьких школ, мне кажется, боятся, потому что для них уход одного преподавателя, это может быть уход, ну там, не знаю, 20-10% всех сотрудников. И финансовый отток, конечно, может произойти в некотором виде, возможно, потерянных учеников. И у нас есть страхи. Как же мы не подстроимся под преподавателя, который требует каких-то особых условий. И, суммируя, что мы сказали, отвечаем для себя четко. Откуда я знаю, что преподаватель, который требует особых условий, достоин этих особых условий. И, скорее всего, мы придем к выводу, что преподаватель выполняет ту же работу, которую выполняют остальные сотрудники, или, возможно, даже меньшую работу, и хочет или выполнять меньшую работу за те же деньги, или хочет получать большие деньги за стандартную работу, и это нечестно по отношению к другим сотрудникам. Здесь мы задаем себе, конечно же, вопрос, что такое хорошая школа для каждого участника образовательного процесса, для каждого сотрудника. И любая уступка преподавателю, который вами начинает спекулировать необоснованно, это большой удар по сотрудникам, которые вам не доставляют проблем и честно выполняют начальные договоренности вашего трудового контракта. И иногда мы моем посуду, едем на работу и думаем о каком-то преподавателе постоянно. И мы не думаем о какой-то коммуникации продуктивной с этим преподавателем, а у нас просто крутится какая-то повторяющаяся мысль, и мы понимаем, что преподаватель приносит нам моральную боль. Ну, если хотите. Вот мне кажется, нужно пройти просто по чек-листу. Преподаватель на самом деле является ценным или преподаватель не соответствует образу, потому что нас, как влеченных собственников, обычно на уровне эмоций раздражают откровенно специалисты, которые требуют особого внимания, при этом работают не так, как работают остальные сотрудники. И здесь я уже говорил свое мнение, как поступать. Нашим академическим директором в этом году, мы очень гордимся этим, работает Морин Макгави, бизнес-консультант из Лондона. И Морин, когда работала в большой школе в Лондоне, рассказала мне такую историю из работы в школе. У нее было два сотрудника в подчинении. Один сотрудник был очень хорошим специалистом, брал много часов, всегда говорил, Морин, не проблема, заменю. Морин, не проблема, приду. Морин, не проблема, выйду на экстрочасы. Ну, пять учеников экстродобавляется к классу из двадцати человек, ну, ничего, Морин, не проблема. И вот так вот они с ним работали. И был другой сотрудник, которая постоянно требовала каких-то особых условий, к ней невозможно было добавить в класс ученика. А по правилам школы школа могла добавлять в класс ученика. К ней невозможно было прийти на посещаемый урок на Abserved Lesson, а по правилам школы методисты приходили на Abserved Lesson. И любое телодвижение дополнительно этого сотрудника, выйти на замену, прийти к коллеге, посмотреть на его урок и прочее, прочее, требовало часов работы ее супервайзера, которой была как раз Морин. И, например, нужно Морин, чтобы она заменила, преподаватель заменила какую-то группу. Она подходила к ней и говорила, очень долго с ней беседовала, использовала разные тактики работы со сложными людьми и, в конце концов, приходила к какому-то решению. И однажды они сдружились с преподавателем, который был No Problem At All, наш первый персонаж, и они пошли с ним в кафе. И в кафе он говорит своему руководителю Дэш другу, Морин, а тебе не кажется это несправедливым? Я без претензий. Ты мне нравишься, но тебе не кажется, что как руководитель ты должна уделять одинаковое внимание ей, сложному преподавателю, и мне, преподавателю, который не доставляет проблем, выполняет свою работу качественно. А ты не то, что равное внимание нам не уделяешь, а я лучше, чем она работаю, а ты ей уделяешь намного больше внимания только потому, что она сложная, а я тоже хочу твоего внимания, чтобы работать еще лучше. И вот это была история, меняющая мою жизнь, и сейчас я всегда думаю, господи, когда на конференции ко мне подходят за консультацией, за советом, руководители школ, и всегда, всегда на каждой ELT-конференции кто-то спросит, Дмитрий, а вот у меня есть такой преподаватель, который очень сложный, не знаю, что с ней делать. И начинается плач Ярославны минут на 20, какой ужасный преподаватель, но не могу с ней расстаться, потому что у него много учеников, ученики уйдут, обычно этот аргумент. И потому что у него там какая-то селта-делта и высокий языковой уровень. А подумайте, вот в это время, когда мы разговариваем про сложного преподавателя, мы же могли бы поговорить с собственником школы про стратегию компании, про современные тренды в ELT, про то, как обучать наших сотрудников более эффективно, про то, как сделать жизнь нашего ученика более счастливой, про то, как нам наладить бизнес-процессы так, чтобы нам было хорошо и комфортно, и всем было хорошо и комфортно в нашей школе. Мы можем поговорить про столько всего интересного, а мы говорим про одного конкретного человека, который заставляет нам неприятности. И мне кажется, у нас у всех есть ответ в голове после сегодняшнего подкаста, что надо делать. Сложные люди – это люди, которые отнимают очень много вашей энергии, а вы, как собственник, обязаны. Обязаны – это ваша работа, как вовлеченного собственника, оказывать одинаковое внимание энергии, одинаковый процент внимания всем участникам образовательного процесса. Всем участникам образовательного процесса. Мы не имеем права, как вовлеченные собственники, больше внимания уделять человеку только потому, что он сложный. И не забывайте также, пожалуйста, что мы, как вовлеченные собственники, также имеем чувства. И если мы получаем моральный дискомфорт от работы со специалистом, который требует каких-то особых условий, постоянный, постоянно нам, простите, капает на мозг, то давайте подумаем о своих чувствах. Наверное, мы не только деньги зарабатываем, в основном деньги зарабатываем в нашей индустрии. Мы не в той индустрии, чтобы зарабатывать и иметь это главной целью. Мы в индустрии, меняющий мир к лучшему, по большому счету. И мы в индустрии, потому что мы получаем удовольствие, получаем кайф от того, что мы делаем. И, ну, наверное, не хочется вам приходить на работу и думать постоянно, господи, опять вот с ней сегодня разговаривать, не хотелось бы мне этого делать. Подумайте также о своих чувствах. Подытожим. Мы говорили о том, что есть аватары преподавателей, образы преподавателей. В нашей школе это базовый, желаемый и особый. Мы говорили о том, что преподаватель, который находится на особом образе, не имеет особых условий труда. Он реализует дополнительный проект и получает, соответственно, за это какие-то дополнительные эмоциональные и финансовые позитивные аспекты. Мы поговорили о разнице между индивидуумом и индивидуалистом, где индивидуум это человек, который создает что-то полезное для всей организации, меняющую школу к лучшему. А индивидуалист это сотрудник, противопоставляющий себя коллективу и разлагающий коллектив изнутри. Мы, наверное, поняли, что делать с сотрудниками-индивидуалистами сразу же. Мы поговорили о том, что все участники образовательного процесса, административные, кстати, в том числе, должны получать одинаковую долю внимания собственника. И сложные люди не могут получать больше внимания только потому, что они сложные. И мы поговорили о том, что у нас, как у владельцев языковых школ, есть чувства. Мы тоже люди и мы тоже хотели бы жить в комфортной среде, где всем комфортно, всем удобно и все играют по одинаковым правилам. Если эти правила приняты, то мы их соблюдаем. Правила эти мы принимаем на стадии рекрутинга и на стадии формирования и принятия корпоративной культуры школы. И закончу я своим опытом. В этом году мы очень сильно в школе Дмитрия Никитина стали выстраивать корпоративную культуру. У нас раз в две недели проходит большое собрание, где мы беседуем о чем угодно, кроме условий трудового договора, текучки и методики преподавания педагогики. Мы беседуем только про построение корпоративной культуры. Мы обсуждаем, как сделать школу Никитина более комфортным местом для всех участников образовательного процесса. Для учеников, для родителей, для администраторов, для преподавателей, для собственника, для руководящего состава, для нашего города, для нашего комьюнити, для подрядчиков и так далее, и так далее. Так вот, так классно, когда у всех учителей постепенно появился голос. И тихие учителя, 80% примерно, у нас сейчас так активно участвуют в работе школы и делают такие крутые проекты, это просто фантастика. И это было бы невозможно, невозможно дать голос каждому сотруднику, если есть сотрудник, который пытается доминировать и играть не по правилам. Но, конечно же, круто, когда есть сильные сотрудники, которые имеют голос, и когда есть сотрудники, которые не могут презентовать себя как каких-то очень особенных, но на самом деле они очень особенные, и они начинают говорить. Вот это здорово. Я очень надеюсь, что сегодняшний эпизод был полезен и интересен, хотя вам судить, конечно же, коллеги. И мы будем очень много, очень много говорить о рекрутинге преподавателей на основе Qualifications Commitment и School Culture. Мы будем очень много говорить о создании корпоративной культуры, и мы будем очень много говорить об аватарах преподавателей на курсе Школы управления языковыми проектами, который стартует уже в марте этого года. Будем рады вас видеть. Коллеги, в соцсетях, пожалуйста, оставляйте вопросы. Следующий подкаст через две недели я начну с ответа на вопросы по вот этому материалу, и мы пойдем к следующей теме, к следующей дилемме, которая может волновать руководителей языковых школ и языковых других проектов в Российской Федерации. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Спасибо вам большое и хорошего дня! До новых эпизодов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok